Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елены Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Какая информация должна быть на упаковке пиротехнического изделия? Сколько стоит главный символ Нового года на елочных базарах Заречного? Нужно ли должникам оплачивать налоги сейчас или необходимо дождаться получения уведомления о необходимости уплаты? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. 1 декабря закончился срок уплаты налогов на землю, транспорт и имущество. Рассчитались с платежами не все. Должникам сотрудники налоговой службы направят требования об уплате налогов. Но теперь гражданам придется заплатить не только рассчитанный взнос, но и начисленные пени. Могут ли должники заплатить налоги, не дожидаясь требований об уплате, или им необходимо дождаться получения документа? Ждать ничего не нужно, потому что за каждый день просрочки начисляется пени. Пени – это 1,03 отставки рефинансирования. Чтобы было понятнее, то есть с каждой тысячи рублей примерно 30 копеек каждый день начисляется пени. Поэтому ждать ничего не нужно. Если есть возможность, при любой возможности нужно идти и платить налоги. Потому что, да, те, кто не уплатил налоги, будут получать от нас требования. Может быть, в конце года, либо в январе. Но пока получите требования, пока будет уплачен налог. То есть за каждый день вам будет сумма увеличиваться. И чтобы этого не происходило, заплатить нужен налог при первой же возможности. А требования, они уже будут где-то в январе, феврале. Там будет дополнительный срок дан, крайний, скажем так, для уплаты. Но это только для того, чтобы, если уж налогоплательщик по требованию не уплатил, будут документы готовиться и передаваться в суд. Как убедиться в том, что долгов по налогам нет? Перечислить платеж можно было несколькими способами. Горожане переводили начисленные взносы в режиме онлайн через терминалы и банкоматы с помощью операторов банков. Как удостовериться в том, что платеж зачислен? Чтобы увидеть, прошел платеж или нет, самый удобный способ подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц на нашем сайте налог.ру. Если вы подключены, например, к порталу Госуслуг и пароль для портала Госуслуг был получен не по почте, то можно воспользоваться этим же паролем для подключения в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Если он получен по почте, то вы им воспользоваться не сможете. Самый удобный способ – прийти в любую налоговую инспекцию в любом городе и получить логин и пароль. И тогда, уже подключившись к личному кабинету налогоплательщика, вы будете видеть абсолютно всю информацию, ту же, которая есть в налоговой службе. То есть все начисления, по какому объекту, прошла ли уплата, сумма задолженности, переплаты, оттуда же из личного кабинета можно направить любое заявление или уведомление. То есть общение будет с налоговой службой через личный кабинет. Если вы увидели, что у вас образовалась переплата, то можете направить заявление и зачесть эту переплату в счет будущих платежей, либо вернуть ее на ваш лицевой счет. То есть это очень удобно. Не нужно звонить, как некоторые приходят, звонят, уточняют, прошел платеж или нет. Самый удобный способ общения с нами – это личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц. Если вы уплатили это через банк, все платежи к нам приходят в течение двух-трех дней, попадают на лицевой счет. Какая информация должна быть указана на упаковке пиротехнического изделия? Новый год традиционно сопровождается запуском фейерверков. Многие зареченцы устраивают небольшие салюты, любуются огненными шарами и римскими свечами. Покупать любую пиротехнику лучше в специализированных магазинах. Как правило, там представлена качественная продукция. Какая информация обязательно должна быть указана на упаковке товара? Во-первых, нужно взять, когда упаковку, посмотреть, что она целая. То есть не разорвана, не надорвана края. Дальше, значит, упаковки написаны русским текстом, написано правила использования пиротехнического изделия. То есть дальность, удаленность от каких-то жилых объектов и как ее применять. Соответственно, должно написано внизу обязательно срок годности пиротехнического изделия. То есть если срок годности превышает, то использовать это изделие, конечно же, нельзя. У нас таких изделий нет. Для этого есть продавец-консультант, который просматривает все эти изделия и потом эти изделия убирает с продажи. Соответственно, у нас можно приобрести именно тот продукт, который можно получить, сертифицированный продукт, и получить его в джазчем качестве. При покупке пиротехнического изделия необходимо обратить внимание не только на его упаковку. Качественный товар обязательно сопровождается сертификатом. Обязан ли продавец предъявить этот документ по просьбе покупателя и какая информация в нем содержится? Да, обязательно. Значит, у нас есть на каждой изделии сертификат качества. То есть при покупке изделия можно у продавца-консультанта спросить этот сертификат. И она должна показать этот сертификат, где, когда был произведен, и кто заводчик этого изделия в Российскую Федерацию. Выбор пиротехнических изделий огромен. Опытный продавец-консультант поможет выбрать именно то, что нужно. Пиротехника различается по характеру горения, шумовым эффектам, радиусу разлета и классу опасности. Продажа салютов, фейерверков, фонтанов, ракет и высотных шаров строго регламентирована. Могут ли дети приобрести пиротехническое изделие? Дети могут прийти, мы их с удовольствием ждем, но они должны прийти с родителями, потому что правило разрешает продавать пиротехнические изделия класса 1-го, 2-го до 16-го, 3-го класса с 18-ти лет. И об этом знают у нас тоже продавцы. Естественно, просто когда придут дети, мы их встречаем, но приходят с родителями, мы им продаем. Вся пиротехника, даже у нас есть бердолетовая соль, настолько, кажется, безопасны пиротехнические изделия, и тем не менее продаются только с 16-ти лет. Поэтому, пожалуйста, приходите, дети пускай приходят, приходят родители, мы их с удовольствием ждем и продаем изделия только с 16-ти лет. Сколько стоит новогодняя елка? Продажа хвойных деревьев на территории города началась. Елочные базары расположились на привычных зареченцам местах. В этом году появились и новые точки торговли, например, на улице Моховой. Сколько елочных базаров работают в Заречном, и выросла ли цена на главный символ Нового года? В городе Заречном в этом году будет открыто 18 точек по продаже хвойных деревьев. В этом году у нас количество объектов увеличилось примерно в два раза. Значит, на данных объектах будет осуществляться продаж не только елочных, хвойных деревьев, но и сопутствующих товаров. Можно будет заказать доставку елок на дом. В общем, такие услуги предоставляют наши предприниматели. По опыту прошлых лет цена на елки в городе Заречном не превышает цены в ближайших городах. В этом году примерно так же цена останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году. 250 рублей за метр. Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. Отвечать на вопросы телезрителей продолжим в следующей передаче. Задать интересующий вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Вы также можете оставить свое сообщение на сайте телерадиокомпании заречной trkz.ru или отправить на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго. До новых встреч на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин